Да вот уж действительно, давайте с этим что-то сделаем. Официально по слухам, уже в этом месяце стартует публичный бета-тест Аркрайдерс. Кого? Аркрайдерс, новой игры студии Эмбарк, которая буквально в прошлом году подарила нам прекрасный шутер The Finals, который хоть и не смог удержаться в топе и подвинуть игры, которые мы ненавидим, но покупаем каждый год, но все же построил вокруг себя прочное комьюнити. Об игре супер мало информации, я тоже не то чтобы о ней говорил вам раньше, так что сегодня я задумал рассказать, почему я добавил ее в свой виш-лист спустя 10 минут после того, как услышал о ней, и почему вам, возможно, захочется сделать так же. Прослеживается какая-то закономерность, да? Уже второе подряд видео на канале об игре, которая не на слуху, но которую я жду, рисковую стратегию выбрал. О чем игра? В Аркрайдерс вам предстоит присоединиться к отряду ополчения, они же райдеры, против арков, машин, которые истребляют человечество и уже загнали их в редкие бастионы, города, которые держат оборону и дают людям место безопасности. По лору игры мир стал таким из-за массового исхода людей в результате экологической катастрофы, а арк-машины либо появились позже извне, либо развились из какой-то оставленной технологии. Вот из таких городов-укрытий вам предстоит отправляться на вылазки, собираясь в отряды с другими игроками. Ищите ресурсы, добываете провиант, выполняете задания и делаете все возможное, чтобы вернуться назад живым и с добычей, не попавшись на глаза ни аркам, ни другим отрядам таких же рейдеров. Как вы понимаете из описания, это ПВПВЕ экстракшн-шутер. Знаю, что не все рады тому, что этот жанр стал как-то слишком часто мелькать в инфопространстве, но только вот давайте честно, как много экстракшн-шутеров реально работают и живут. Тарков, Хан Шоу Даун и... все. А, ну и не считаем китайские клоны Таркова. Кажется, все же не так уж и широко развернулся жанр, не? Я вот, например, очень жду Марафон от Банжи в том же жанре, но по нему новости будут не раньше, чем в 2025 году, если верить утечкам, о которых я уже писал ранее. И вот тут мы подошли к первой и чуть ли не основной причине моего ожидания Аркрайдерс. Она берет перспективный жанр, который в ближайшие годы может стать флагманом, и презентует его... дружелюбней. Вот не знаю как вам, но мне очень не хватает чего-то уникального, или точнее разнообразного от жанра шутеров с добычей. И в первую очередь по сеттингу, по стилю. Ведь на текущий момент он будто клином сошелся на около милсимовых рельсах, что не так уж цепляет. Сколько раз я не думал о том, что мне нравится жанр концептуально, и его хочется попробовать, столько же раз был остановлен тем, что все более-менее внятные экстракшн шутеры, это вот про все эти камуфляжи, подсумки, реализм, бинты, патроны по одному в обойму, в общем, как-то не хочется такого, знаете? Лет 7 назад, когда рынок завалило королевскими битвами, случалось что-то подобное. Была куча модов, игр, были хардкорные около батл рояля, но в итоге выжили те, кто предложил что-то особенное, уникальное. Яркий фортнайт со своими коллабами, апекс с самобытным характером и персонажами, и варзон, которая просто ловко конвертнула свою фанбазу колды в боевых королей. И вот что марафон, что аркрайдерс выглядят очень любопытно для фанатов фантастики. Это я по себе сужу и по друзьям из своего окружения. Вы знаете, какое внимание я обычно уделяю визуальному стилю игр. И на мой взгляд, у райдеров есть чем зацепить такого игрока. Тут вам не просто дефолтный милитари-шутер или постапокалипсис, а прям стиль. Арт-направление с привкусом олдового такого сайфая. Словно постанцев из оригинальной трилогии «Звездных войн» скрестили с мирами Станислава Лема. Уникальный арт-дизайн в прошлом году зацепил меня во время презентации «Марафон» от Банджи. А тут, оказывается, всё это время другая игра рыла в том же направлении. Это мне продаёт. Я на такое всегда обращаю внимание. И это отчасти пугает, потому что однажды я так уже поиграл в одну игру, которая вдохновлялась классическим сайфаем. Очнулся 10 лет спустя. Вы были в Комикап. Почти 70 лет. Итак, что известно о BarkRiders сейчас? На руках у нас пара роликов, геймплей и несколько новостей о ходе разработки, которые либо строятся на официальных заявлениях студии, либо мусолят догадки, либо пересказывают доклады с конференции материнской компании, которая принадлежит Embark. Если что, это Nexon, которая недавно выпустила безвкусные The First Descendants с филейками и стыренными ассетами. Надеюсь, это ничего не значит. Вообще, изначально, когда в 2019, кажется, году Ark Riders показали публике впервые, предполагалось, что игра будет полностью PvE-шной, но с коопом. Большой детализированный мир, проработанная история, но потом вижен игры изменили и сказали, что теперь это PvPVe шутер с добычей. И хотя смена жанра расстроила многих игроков, и на форумах подняли вилы те, кто хочет качественных кооп PvE-шутеров, я всё же считаю, что несмотря на изменения в планах, некоторые вещи, которые были в Ark Riders на момент смены жанра, в итоге могут сыграть на руку проекту. Например, у игры что в первой версии, что в текущей, был заявлен большой, высокодетализированный, реалистичный мир. Дорого так сделанный, знаете, не сгенерированная на спех локации, а продуманная и создававшаяся изначально для кооп игры, которая игрокам предстояло исследовать, и которые должны были цеплять интерес даже в оффлайне, без всех этих неожиданных геймплейных ситуаций, которые генерируют столкновения с другими игроками. Так вот, я рассчитываю, что в онлайне мир Ark Riders может подарить нам вот это чувство открытия, исследования, разнообразные ландшафты и биомы, по которым можно бродить, должны нас подталкивать искать добычу и рисковать. Заявлено, что карты будут располагаться в разных локациях, а поскольку Ark машины не обязательно захватили всю планету, значит мы увидим разные, правда, биомы, что можно увидеть даже сейчас по трейлеру. Есть инфа и о том, как будут устроены разные фракции, и о том, какие гаджеты могут использовать игроки, и о том, что этим игрокам, к примеру, предоставят возможность кастомизировать какие-то свои жилища в городе, что довольно мило и опять-таки дает надежду на то, что проект целится на долгоиграющий опыт для игроков. Но на самом деле, долговечность Ark Riders будет во многом зависеть от реиграбельности и наличия комплексной системы прокачки, квестов, развития не только персонажа, но и оружия, снаряжения и так далее. Это куда важнее, чем сколько угодно красивое и проработанное оружие. Да, открывать новые места интересно, но вот что по-настоящему заставит наиграть в проект сотни или тысячи часов, так это когда игра будет заставлять игрока принимать решения, которые окажут судьбоносное влияние и на свое развитие, и на развитие всего мира. Что-то вроде того, как работает система демократизации галактики в Helldivers 2. Знаете, глобальные ивенты, импакт от действий игрового сообщества, и кажется, нечто подобное и планируют сделать разработчики. Эмбарг хотят, чтобы это стало одной из основ игрового процесса. По крайней мере, об этом они говорят на своих докладах, и я надеюсь, что у них это получится. Конечно, создание такой игры требует больше времени, чем было необходимо для разработки той же их The Finals, но при этом финалка все еще основной проект студии, и очевидно, что работа над контентом для шутера в приоритете, потому и такие большие разрывы между выходами разработчиков на связь. Иногда об игре не говорят ничего целый год, но вот недавно молчание было нарушено несколькими сообщениями. Главным объявлением стало то, что игра не будет бесплатной, как предполагалось ранее, и ее цена составит 40 долларов. Конечно, не 70 баксов, как за ААА проект, но это столько же, сколько просили на релизе за тот же Helldivers 2. Если бы они сделали платным The Finals, это бы его убило, так же, как убила Concorde. Это условие жанра сессионного онлайн-шутера, знаете ли. Но станет ли это проблемой для Аркрайдерс? Сложно сказать. Для Helldivers 2 цена не была проблемой. У нее проблемы начались только когда Sony решили метрики свои погреть на сияющей славе демократии. Для The Division той же тоже не то, чтобы это было проблемой, хотя там прям на тоненького прошлись. Так что скажу за себя. 40 баксов – та цена, которую я готов морально потратить на проект, который мне симпатичен, даже если не до конца сам я в нем уверен. Но вот больше платить, конечно, точно бы не стал. Я бы не купил, ведь Fire за 60 баксов, не купил бы Helldivers за 70 и так далее. Так что не думаю, что сам факт платной модели – это для нас проблема. Но прежде чем говорить «Готов купить» или «Платно не играю», стоит услышать вторую новость о бесплатном открытом тестировании в Steam уже в этом месяце. Плейтест пройдет с 24 по 27 октября. Чтобы принять в нем участие, зайдите на страницу игры в Steam и оставьте заявку. Перед датами релиза будет рандом распределение на допуск к тесту. Игра будет и на консолях релизиться, но конкретно этот тест будет только на ПК. Так что если у вас нет возможности попробовать игру самостоятельно в этот раз, но Ark Riders все же вам и интересно, подпишитесь на мой твич, там я проведу стрим, когда игра станет доступна. Ссылку в описании оставлю. По предположениям прессы и аналитиков, окно релиза Ark Riders – 2025 год. Разработчики же не сообщали нам ни месяца, ни даты, но учитывая, что плейтест проходит в октябре, можно нафантазировать, что релиз могут развернуть уже в первой половине следующего года. Я бы был только рад возможности поиграть в Ark Riders как можно скорее. Для меня это важный такой пит-стоп перед марафоном, знаете. Вообще все же забавно, что есть некоторые общие черты у Marathon и Ark Riders. Не замечаете? Такой ретро-футуризм, технологичность. Что-то определенно есть. Меня это очень радует и подкупает. За такими проектами интересно следить. Ну а что думаете вы об игре? Следили ли вы за ходом разработки до этого моего видео? Или узнали о проекте только сейчас? Пишите в комментариях обязательно и у меня в телеграм-канале. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, подписку тоже прожали. До связи!